Под стягами общественных организаций, политических партий и профсоюзов на площади юности собралось более 4 тысяч человек. В первых рядах колонны 1 мая первые лица региона. Это хорошее настроение, ожидание прекрасных событий. Но май у нас в этом году вообще особый. Это юбилейный май, 70 лет побед. О грядущем дне Великой Победы напоминали и георгиевские ленточки, мелькающие в колонне шествующих. Главные лозунги на транспарантах – рост и цен, удвоение зарплат. Профсоюзы же, пользуясь случаем, просили власти об увеличении субсидий на приобретение путевок в детские лагеря. Все это современные реалии первомайской демонстрации. А вот с такими плакатами ярославцы шагали в первый день весны больше 60 лет назад. Соревнуясь друг с другом по объемам производства и спортивным успехам, в 50-х годах по советскому Ярославлю бодро шагают сотрудники ярославских предприятий из архива газеты «Северный рабочий». В 55-м переходящее красное знамя у коллектива Шинного завода. Через два года лучшие работники завода «Красный маяк». 59-й становится годом предприятий «Переславля». Они перевыполнили план на 105%. А это видео сделано в одном из детских садов «Переславля» спустя несколько лет. О советском 1-майе сегодня вспоминает и Валентина Новожилова. На весеннюю демонстрацию она не ходила несколько лет. В принципе, все нравится, но чего-то не хватает. Гармонии не хватает. И плясок, песен. Вместе все ходили, пели, в колонной-то вместе пели. Со сторожилами соглашается и молодежь. Правда, весьма застенчива. Ощущение какой-то сплоченности, народа. А у вас? Я согласна. С тригуны несутся красноречивые лозунги. Времена меняются, слагаемые остаются. Мир, труд, май. Благополучие любого общества основывается на созидательном, производительном труде. Завершилась демонстрация праздничным митингом. Безучастным февромаю осталось только солнышко. Оно так и не выглянуло из-за туч. Александр Лисицын, Денис Лосев. День событий.